Наша пяти-восьмиминутная расслабленность в начале игры привела к тому, что мы пропустили гол и к определенному сумму было, потому что ребята сейчас находятся под давлением, мы не хотим быть в зоне вылета, мы хотим быть выше. И поэтому то давление, которое на них оказывалось и объясняет то количество невынужденных ошибок, которые мы совершили. В целом мы провели очень эмоционально затратный матч, были близки к тому, чтобы в конце, может быть, даже давить эту команду. К сожалению, сыграли в ничью, что является, наверное, показателем того, что в этом туре идет борьба. Все матчи на 90-х плюс забивают, забивают в конце матча. Очень много ничейных результатов, никто не хочет вылетать, а вверху все хотят, наверное, быть как можно выше. Еще раз говорю, поблагодарил ребят за эмоционально затратный матч, за то, что мы не опустили руки, мы очень хотели победить. Это, наверное, главное достоинство сегодняшнего матча, главный плюс, который мы вынесем отсюда. Ну что ж, будем двигаться дальше, по течке дальше. Пожалуйста, вопрос. Сергей Александрович, я правильно понимаю, Лебеденко начал оттянутым сегодня, это великор впереди, а Лебеденко чуть сзади. Или у вас другая тематика? Ну, у нас в последнее время Лебеденко не играет ярко выраженного форварда, а мы хотим ввести зазидательную игру, и при определенном дефиците футболистов именно этого амплуа, мы вынуждены игры использовать. Как в принципе, он всегда в карьере играл, никогда не играл первого нападающего, условно, я там 9-го, но он был быстрее футболистом второго плана, но и сегодня он появился лидером. Еще вопрос, как команда планировала забивать, потому что только у вас в конце чуть-чуть, у кого-то уже навал, а до этого, собственно, первый удар на 37-й минуте нанесли? Мы планировали забивать в соответствии с правилами футбола, ногами и игру. Еще вопрос. Сергей Александрович, пусть из турнины точные зрения, можно сказать, это ничья с родни поражения, но все-таки смогли, много не получалось сегодня, но смогли отыграться уже в дополнительное время. Можно сказать, что это может психологически оказать позитивный эффект, подстегнуть в четырех трубах оставшихся. Но мы на это надеемся, и я об этом тоже хочу сказать, что как раз то давление, которое на ребят есть, оно есть давление психологическое. Мы сегодня перед игрой говорили, что они немножко зажатые выглядят. Этим и обусловлено то количество невынужденных ошибок, казалось, в простых ситуациях. Это все поправимо, это все поправимо, будем двигаться дальше. Надеюсь, поле станет чуть-чуть получше, его хорошо подстригут. Надеюсь, футболисты перестанут делать элементарные ошибки. Но мы работаем с тем контингентом футболистов, которые есть, и этот контингент, это набор футболистов, он способен не вылететь из турнира ФНЛ. Еще вопрос. Сергей Александрович, еще на днях Игорь Шаримов дал большое интервью, где сказал, в частности, про стандарты, что он предпочитает в своих командах, что всегда надо подавать стандарты, штрафные, угловые, они вообще не разыгрывают. Сегодня фактируют часто разыгрывают, в первом тайме Арейников с Роматиным, во втором тайме уже Макарчук там. Вы будете гнуть дальше эту линию, домашние заготовки, как у Дамы Наковского в первом тайме сегодня? Мы каждому матчу готовим какое-то один или два стандартное положение, одно или два наиграем, и пытаемся их применять. Получается или не получается, но вы видите, что получается не всегда, но если бы забил сегодня Манакурский, это было бы хорошим стимулом, ребята, двигаться дальше и применять то, что мы наигрываем. Впереди игра с Тамбовым, если вы посмотрите статистику «Факела», практически львиную долю очков потерял с командами, которые ниже нас находятся, и Сибирь, и Зенит, и так далее, не будут перечислять. Может быть, у «Факела» есть недооценка соперника у команды, что они ниже, и поэтому вот этого недостроя, как вы сказали, на шестой минуте не хватило? Ну нет, этого, конечно, я не вижу, что нет недоостроя. Как раз больше, наверное, на ребят дает ответственность, потому что нам повезло, тренерский штаб работает с достаточно ответственными футболистами, которые профессионально выполняют свою работу. Может что-то не получаться, но они очень хотят, и я верю, что мы добьемся того, чего мы хотим. Сегодня Михаил Афанасьев остался в запасе, у него травма, потому что плавный. Сыграли, наверное, не так, как хотелось бы. Потому что Макарчук только падал в конце. Ну, мы в нашем тактическом построении после пропущенного гола мы перестроились на игру с фланговыми игроками, и эти фланговые игроки во втором тайме были достаточно активны. И Олейников, и Макарчук, и хорошо поддерживали защитники, которые приходили. А вопрос больше я бы сакцентировал здесь на качестве передач флангов. Потому что мы часто пропадали в зоны, откуда можно доставлять мяч к воротам, но качественной доставки было мало. На последних минутах мы доставили мяч за белье. Т.е. Михаил Афанасьев сдал от? Ну, у нас достаточная обойма футболистов, и помимо Афанасьева был вопрос, мы хотели Джабраилова выпустить, сомневались потому просто, что вязкое поле, он достаточно техничный футболист и мог увязнуть. А как складывалась игра, перемены требовались центральной части поля, в центре поля, туда вышли Русак, и вышел черный, вышел черный, на фланге, игра фланговых атаков, она была достаточно активна, мы сочли ей нужным их оставить на поле. Спасибо. Канасьев, здоровь, всего доброго. Еще вопросы? Продолжение следует...